Улица Советская, 166. Напротив этого дома расположилась автобусная остановка. Жители Западного ждали этого пункта уже давно. Неделю назад здесь не было ничего, а в ожидании транспорта приходилось мокнуть под дождем и прятать глаза от сильного ветра. И после множества просьб коммунальные службы установили столь необходимую конструкцию. Теперь дожидаться троллейбуса или автобус стало немного комфортнее. Есть и крыша, и скамейка, и урна. Здесь осталось лишь облагородить кустарники. Такая же ситуация и на улице Володарского. Поэтому данный вопрос был проработан с управлением коммунального хозяйства и транспорта и решен положительно. Администрация пошла нам навстречу, действительно поняв проблемы жителей. И вот у нас на прошлой неделе, буквально в пятницу, эти остановки появились. Теперь ждать автобус стало намного комфортнее. А скоро, с учетом того, что дети пойдут в школу, все ребята смогут спокойно укрыться от дождя, если вдруг попадут в непогоду, когда едут в школу. Словом, из интересного в Западном не только остановки. Уже со следующей недели в районе начнется грейдирование дорог. В целом, за лето здесь был проделан огромный фронт работ. На улицах Добролюбова и Плеханова установлено уличное освещение. Также свет теперь горит. На пешеходном переходе по улице Некрасова, а скоро засветится и улица Пушкина. Помимо этого, на Чернышевского и Кирова установлены повторители Т-7, один из которых там, где дети переходят дорогу. Кроме того, за два с половиной летних месяца в районе ликвидировано порядка шести несанкционированных свалок. А уже в этот четверг Западный отметит свой 20-й день рождения. Ксения Рехлова, Александр Кожевников, Новости.